Всем привет! Сегодня я расскажу вам о пяти автомобилях родом из 1970-х годов, которые до сих пор пользуются спросом. Поехали! В наше время появляется все больше таких автомобилей, названия которых не более чем просто слова. На их фоне более привлекательно выглядят, модели, имена и концепция которых известны уже более 30 лет. Какие из нынешних машин имеют такую богатую историю, что их можно назвать легендарными? А сами эти машины все еще стоит брать в поддержанном состоянии далее в нашем обзоре. Первая BMW 3 серии. Эта машина выпущена в 1975 году. Как и большинство седанов тех лет, представляла собой простой кузов, четко разделенный на три части. Тем не менее, машина выглядела достаточно спортивной. Лишь третье поколение, знаменитая E36, выпускавшаяся в 1990-х, получила более обтекаемые формы. Благодаря дизайну машины BMW всегда были хорошо узнаваемы, но лишь владельцы этих немецких седанов могут по достоинству оценить точность управления и заботу о водителе. Второе Audi 80 A4. Этот среднеразмерный седан был представлен в 1969 году как одна из моделей серии F103, которую также входили Audi 60, 72, 75 и 90. Эти автомобили немецкой марки отличались размерами и мощностью двигателя, но более успешной оказалась именно 80-ка. С 1970-х годов и до середины 90-х увидела свет 4 поколения Audi 80. А в 1995 году машина получила новое имя, знакомое всем автолюбителям Audi A4. Сейчас в автосалонах продают более современные модели. Таким образом машина уже прожила полвека и 9 изменений. Третье. Ford Escort Focus. Компания Ford впервые использовала название Escort в 1950-х годах для недорогой компактной модели Англия. А в 1968 году под этим же именем начался выпуск небольшого седана для европейского рынка. Машина оказалась довольно популярной, в том числе и в автоспорте. В 1981 году новое третье поколение получила передний привод. Также выпускалась полноприводная версия. Всего свет увидел 6 поколений Ford Escort. Их могло бы быть и больше, но в 1998 году автомобиль получил название Ford Focus. Этот автомобиль, как его предшественники, очень популярен во всем мире, в том числе и в России. Четвертое. Honda Civic. Компактный хэтчбэк. Это первый японский автомобиль, который был достаточно хорошим, чтобы его покупали и в Европе, и в Америке. Машина дебютировала в 1972 году, как раз накануне нефтяного кризиса, затронувшего практически весь мир. Модель быстро набрала популярность, потому что была экономичной и простой. В последующих поколениях Honda Civic появились технические новшества, такие как газораспределение клапанов, которые повышают мощность и экономят топливо. Автомобиль восьмого поколения продемонстрировали значительный отход от стиля. С 2005 года Honda явно пыталась привлечь к Honda Civic более молодую аудиторию. Пятое. Mercedes-Benz 190 S-класс. Нефтяной кризис в 1973 году стал главной причиной того, что машины в основной массе сильно поубавили как в размерах, так и в объеме двигателя. Даже такой автогигант, как Mercedes-Benz был вынужден выпустить компактную модель. В 1982 году, после многих лет проектирования, немецкая фирма представила седан 190. Автомобиль отлично себя зарекомендовал на рынке, а также добился успехов в автоспорте. До 1993 года это был самый маленький Mercedes. А после этого машина нового поколения стала называться S-класс. Автомобиль остается стабильно популярным. Сейчас выпускается уже пятое поколение. На сегодня все. Спасибо за просмотр. Надеюсь видео вам понравилось. В предыдущем видео я рассказал о российском солнечном автомобиле Soul. Ссылочку оставлю в описании. Не забывайте ставить лайки. Всем удачи и пока!